Абсолютно не про какие-то поверхностные вещи. А вот эта вот глубина, я понимаю, что определенному кругу людей, просто я не могу это сказать, насколько это штырит. И когда вы понимаете, что... Куда ты штырик? И когда вы понимаете, что вам уже неинтересно давать людям... То есть вы понимаете, что ты можешь дать вагон, а люди, которые тебя окружают, могут взять чемодан. Это как бы смысла не имеет. Я не могу сказать какие-то определенные вещи. Со мной люди просто не могут пройтись там сквозь стены какие-то, да? А это настолько банально, это настолько легко. И ты понимаешь, что на каком-то этапе тебя просто выстегивает. Мне интересно становится, когда ты умираешь белковым телом, это один процесс. Я это делала. Когда ты умираешь без белкового тела, когда идет тотальное обнуление всего, нет страха. Как будут там твои дети, как будут твои близкие? А что будет? А кого я напрягу? Как они будут без меня? Как я буду без них? Когда это полностью пропадает, ты переходишь на другой уровень сознания. Ты начинаешь мир видеть по-другому. И когда я вижу каждую программу человека, я не лезу в эти программы. Но когда я встречаюсь с человеком, он мне может ничего не говорить. И я это вижу. И ты на каком-то определенном этапе, как бы оно ни было банально, ты понимаешь, что тебе даже, как бы, тебе, как бы, с кем в этом, вот, в этой плотности тебе с кем существовать? С кем поговорить, да? Мне не с кем, потому что при виде на определенного человека ты видишь ему всю под ногу. И чтобы с ним начать разговаривать, тебе нужно, как бы, к его уровню, всегда прийти к его уровню. А ты хочешь, чтобы ты был либо на своем уровне, либо дальше шел. Вот, и вот это вот обнуление, оно настолько тотально идет. И когда начинают, опять же, вернусь к вопросу, что люди, которые говорят, что там я три года не ем, я там еще сколько-то лет не ем. И вот они рассказывают вот такие вот вещи, какие-то, ну, которые я слушаю. Я понимаю, что это просто пиздеж. Нет. Это вот меня штырит не по-детски, да, а там у меня еще в таком вот граммулечке. Когда происходят другие вещи, они происходят тотально другие. Не просто. Ты настолько. Ну, это, знаешь, это как не то, что, как бы сказать, ты видишь другие миры, ты видишь еще что-то. Я не буду просто об этом говорить, я просто скажу, когда ты видишь человека, ты видишь полностью весь его. Весь его род, весь всю его матрицу, в которой он до сих пор существует. И когда он говорит, вот я не знаю, что мне вот с этим делать. А ты просто видишь, они не где-то лежат, знания. Ты не куда-то залазишь, ты не где-то их берешь. А вот они просто тотально есть. И они тотально есть, причем не только у меня, а у каждого человека. Но определенный человек к своим знаниям может прийти, только пройдя определенный путь. И не все хотят к нему идти. Не все хотят к нему идти не потому, что к нему сложно идти по факту, а потому что очень сложно повернуться к себе. И вот все вот эти вот, по большому счету, ложканья, которые мы сейчас смотрим, понимаю, что это такая ерунда. Когда мне говорят, давайте поговорим о финансовых вопросах, которые вот у меня нет финансов. Ребят, ну я даже по правде финансовый вопрос даже затрагивать не буду. Не буду не потому, что я каких-то вещей не понимаю, а потому что он настолько бессмысленный. Вот вы просто вот как в блошиных бегах. И вы пока оттуда не вырветесь, пока вы не пересмотрите свою жизнь, пока вы не увидите определенные моменты, в которых вы вот как в своем волоце. Кто бы вам что ни говорил, вы все равно будете в этом волоце. И неважно, вы будете в этом волоце, либо вы выплывете на кувшинку и будете с этой кувшинки вещать. Такие все, ой, я вот тут вот поняла, мне там спикер такой-то, либо я сама вот такая вот клево, все вот поняла, я понимаю вот это. А сами остаетесь на этом же уровне, не осознавая этого. Это все бесполезно. Деньги это всего лишь, это то, что придумали мы для себя. И когда мы начинаем идти к зарабатыванию этих денег, мы никогда их не заработаем. Это бесполезно, не бывает такого. Вы всегда будете зарабатывать. Знаете, это людей, которые постоянно работают. Вот они на двух, на трех работах работают. Говорят, я там отдал тебе лучшие годы жизни, там еще что-то, бла-бла-бла. И это действительно так в их понимании, действительно так в их мире. А по факту вообще, сколько ты проводишь, за каким занятием, не важно. Если ты не идешь к самому себе, тебе тот факт, который придумал ты же, в другом воплощении. Он к тебе не придет, потому что ты его не понимаешь, потому что деньги, их невозможно заработать. Никогда. Как только вы начинаете зарабатывать деньги, в общем понимании, да, опять же, вы никогда к ним не придете, вы никогда их не заработаете. И только приходя к самому себе, у вас будут появляться те блага, чтобы прийти еще больше к самому себе. И неважно, они будут в денежном эквиваленте, либо в каком-то уже реализованном материальном. Вообще абсолютно неважно. И пока вы это не осознаете, вот почему у меня нет денег. Да потому что нет у тебя денег, потому что нет у тебя себя. Все. А это была прелюдия.